Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Стиме или за 100 рублей на Лол Стим? Я думаю, выбор очевиден. Лол Стим это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Продолжаем обзор на новую серию из сериала про Анна Буравчика. Саски начинает уже считать, сколько денег он получит. В смысле пошел? Не, ладно, на самом деле я это напоследок оставил. Возможно, даже после как бы 23 часов мы посмотрим вот это. Я вас приглашаю на Twitch для просмотра этого 46-минутного ебаного видео. Реакция Дилерона на видео мини-кошки. Что происходило все это время май-ноябрь. То есть сериал продолжается. Если честно, не советую идти на дно. Во-первых, меня два раза в донатах попросили посмотреть Дилерона уже. А во-вторых, мне вчера сам Дилерон написал и попросил посмотреть это видео, чтобы он понимал. Мне кажется, я уже просто заложник в ситуации. Так, ладно, охуенное видео начинается с того, что Дилерон чисто лежит и отдыхает. Я хочу сразу объявить то, что мне кажется, Дилерон что-то подпёздывает. То, что он, мне кажется, ну, врет чуть-чуть. Он только на одной минуте начинает. Почти с кем-то что-то думает. Нахуй мне это видео. А, он не разговаривал по телефону. В таком случае я видел, как так начинались порнофильмы про анальных буравчиков. Чё, блядь, два раза рыгнула? Что, нахуй? Кого, блядь? Я ничего не слышал, я не буду тут щипать. Щипай. А? Щипай. Так, женщина, мне буду щипать. А? Хозяин недовольный. Теоретически, вот стоит камера. Можем высказаться и даже мне... Блядь, совсем не постановочная. Типа, что-то сильно красивое, там вставить вот эту камеру просто. Ага. Так, фо! Блядь, жестко постановочная, охуяда. Садись, Лянушка, поговори. Значит, я хочу заявить то, что мне кажется, Дилерон подпёздывает. Потому что он говорит то, что у него никаких романтических отношений вот с этой девушкой как бы нету. Но! Совершенно случайно, она рядом с ним. Совершенно случайно, когда он мне записывал голосовуху, он сказал, Слышь, передай привет. И она передала привет. Ну, блядь, ну тут как-то, ну, ну, такой, просто живут вместе, как друзья. Да, 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 блядь. А чё? Не знаю, ответить на самые интересные вопросы. Бля, звук, конечно, охуенный. Ютубер Дилерон, 200 миллионов подписчиков. Видал, подписицы, охуя. Кого? Присутка, я сейчас спрашиваю. Кого, блин? Пошла писем. Почему все какие наставные? Это то, что произошло с прошлого видео. Вот это вот, видимо, что произошло за последние полгода. Это то, что я благодарю того Дилерона, который сидел, снимал ролик и говорил, что вот, надо бы развестись. Ты молодец, ты, ты, я, в смысле, молодец. Мы все-таки сделали это. Сейчас свобода. А Настя говорит, что вот, это было все постаново, что ты специально все смонтировал, чтобы вот только развестись. Да, именно так. Это был коварный план, чтобы, короче говоря, вот с 19-го года, как я хотел развестись, это был коварный план. Я долго к нему шел. Все три года это был, знаете, тяжелый труд, чтобы вот заставить Настю общаться с другими мужиками. Чтобы вот сидела с утра до вечера, переписки, общалась и улетела к Риму, встречать с ним рассветы, закаты, там, обниматься. Греться в одеяле. Это был коварный мой план и, наконец-то, свобода. Это именно вот так вот работает. Так что у нас все получилось. Слушай, нет, ну давайте так. Ну вот просто я не хочу, конечно, никого, ну вот, подопсирать, да. Но, ну вопрос, ну он, ну это, это самый очевидный вопрос, который я могу задать. Если они уже полгода вместе, и она как бы улыбается, ну и ей все нравится. Ну в попку было, ну типа в попку было, ну просто, ну. Не, ну я-то, ну, ну, блядь, я, конечно, не хочу особо, но, ну, было в попку. Это главное. После того, как я снял это видео, я думал, что мы все-таки останемся друзьями, там, все дела. Она мне там рассказывала, вот, ты себе кого-то найдешь, я себе кого-то найду. И Дилерон такой скажет, я никого не нашел себе до сих пор. Вот, и она такая сидит. А-а-а-а-а-а. Начал общаться с Наташей, мы с Наташей первое время, как мы общались. Ну просто привет, пока, обсуждали политику, все вот эти вот дела. Я Настя говорю, ну ты мне там скажи, если ты передумала, что может мне не надо там кого-то себе искать, и все-таки нормально все, нет? Она такая, да нет, общайтесь, я себе тоже кого-то найду, вы там, если будете вместе, у вас все сложится, у вас детки появятся, я буду ваших деток смотреть. Ну, бля, очень странно, если честно. Когда твоя бывшая жена тебе говорит, что будет твоих деток смотреть с другой женщиной, это странная хуйня. Я такой, да, она такая, да. Я говорю, Наташа, ты прикинь, Настя нам говорит, деток будет наших смотреть. Теперь можно... У меня на Твиче две модераторши. Одну зовут Настя, вторую Наташа. Че за хуйня, блядь, вообще? Вам не кажется, что, ну, Дилерон просто хайпит на моих нарезках? Ну, ну как, на нарезках саски обрыжки, блядь. Блядь, и модератор Карим у меня есть, реально. Охуеть. Ладно, я так предполагаю, я не на этой сцене должен был смотреть, потому что на этой сцене потрясающие донаты от подписчика. Четыре недели. Удачи с просмотром Калопотока. Калопоток. Пошло. Функциональная дезинтеграция входила в план Карима. Можно нюдосы скидывать, типа, сиськи скидывай, тогда мне. Что? А, блядь, подождите, я что-то пропустил, извините. Сколько я пропустил? Ну, наверное, часа пол, чтобы до этой темы дошло, да? Будет наших смотреть. Теперь можно нюдосы скидывать, типа, сиськи скидывай, тогда мне. Тилерон развернулся затылком, сфоткал затылок на селфи, скинул и сказал, что это его пенис. Ну, типа, он лысый, поняли? Ну, типа, ну, смешно? Ну. Спасибо, спасибо. Мне там говорило, там, зайчик или что-то такое. Я такой, не-не-не, я правильный, не-не-не. Нельзя, чтобы ты мне скидывала... Свои эти гадкие сиськи, блядь, не кидай мне! Я женатый человек! О, сейчас, походу, суд прошел, я развелся, что там, сиськи? Если нельзя было, чтобы меня даже называли как-то, потому что у меня жена есть. Потому что нельзя тебя называть как-то, потому что как-то это твич-стример, как-то 8-8-8, у него два канала, Тильтако и как-то 8-8, очевидно. Ну, когда Настя сказала, можно, я такой, не, ну... Я такой, сразу, оп! Ну, знаешь, ладно, ты меня уговорила, я, короче говоря, согласен, ладно, будем общаться более как-то откровенно. Начали мы общаться, было вот это вот все классно. Потом уже прошло куча времени, когда Настя уже там нагулялась с Кримом, все у них вот это. Она такая смотрит, типа, прилетела ко мне Наташа, ну, прилетела, приехала, вот эти программ-посты, там, 10 часов дороги, вот эта вся колонна, все вот эти приключения. Тут она улетела, ко мне приезжает человек, и мы начинаем с ним где-то ходить по больницам, что она там, какой-то кофту давать. Не, ну, такие, ну, свидания в больнице, это я слышал охуенная тема. Ну, типа, если вот к тебе девушка приезжает, там, из другого города, думаю, ну, первое, куда надо пойти, это в больницу, реально, ну, серьезно, нормальная тема. Это в смысле? А чё это ты не страдаешь? В смысле? Я такая вся, ты должен страдать. Правильно. Ты должен вот это вот, а как это так? Я там еще общался с ее же мужиками, с которыми она переписывалась, они тоже начали рожать. В смысле? А Карима клонировали? С каких пор Карим стал несколькими мужиками? С Александром Зикрычем я общался. Блядь! Давай имя, фамилию, блядь, адрес. Александр как? Я там много донатил, он такой, да, я тебе верю, Настенька, он весь такой плохой. Да, она прометно рассказывает, ему, что бабки с него тянуть. Это еще даже до ее отлета было. Я ему такой, не, гей. Гей говорю, типа, а чё ты сейчас делаешь? Тебя мужик постоянно башляет? Типа, чё это за хрень? Это всего лишь деньги, он перестанет только мне донатить, я его сразу пошлю. Слушайте, ну в тему этого разговора, ребята, ну 3 минуты уже не было ни одного доната, типа. Я уже потом с ним, спустя огромное количество времени, сетел, общался, типа, рассказывал ему, типа, слыша, нахрена ты вообще все это делал? Типа, у нее жена, дети, а он мне говорит, ну ты понимаешь, она мне рассказывала, что ты плохой, я ей верю, и, короче говоря, как бы хотел ее поддержать. И потом ей написал, привет, ты меня наебывала, верни деньги. И она такая, блядь, надо съебывать в Египет, чтобы по закону до меня не доебались. Переписываться, все вот это вот. И он такой говорит, типа, походу меня тут, знаешь, вот это вот обманывали, мягко поражаясь. Там есть случай переписок, я просил его, чтобы он мне скинул голосовое. Может быть, я это голосовое вставлю, но, может быть. А может быть, я кому-нибудь в попку вставлю. Нет, я хз. Он сказал, хочу там что-то смонтировать, чтобы было без воды, хребляд, а просто возьми, уже вырази свои мысли. У него там тоже развод какой-то жесткий был, и там такие ситуации, что ему жизни в полмах. Ну, короче, пацаны, что-то мне кажется, для качественной реакции я должен посадить вот сюда вот Соню, и чтобы она просто тоже сидела, молчала. Вот 40 минут, а надо одной. Просто. Я чебоксар. Начали очень много с этими разводами, из того, что там Настя накидывала по поводу Наташи, что там Наташа за мной доначивая трусы, носки, вот это вот все, хребляд. Оно улетело, оно оставило застратую квартиру. Ужас, какое неуважение. Ну, почему он ее оно называет? Ну, это какое-то оно не. Наташа, когда мы порешали большей части вопроса, говорит, слушай, я тут хожу с тобой. Охуела, улетела, блядь, в квартире, не убралась, пиздец, блядь. Давай туда цветы, давай парик наведем, ну, такое, ну, ладно. Там вот это вот горы в ванной вещей, которые просто были накидывали, там завонялось все. Такие начали это выкидывать, выносить. Оно все завонялось, и поэтому я отдал своей новой девушке эти. И пересортировать вещи, это пиздец. Не ожидал, что Шампанов. Это анальный дезертир анальных долин. Бравл Старс уже не тот. Ну, про Шампанова уже было. Отец, вот эти вот страшные истории о том, когда к Насте я просто поднимался в гости, и там где-то что-то наводил в порядке, там обосраны, вечно унитаз, вот это все в хавне, грехос, 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 грехос. Ёб твою мать, мини-хошками унитаз обосрала. Не, ну, до этого, ну, конечно, все нормально было. Ну, вот, ну, блядь, ну, мини-хошками, ёб твою мать, ну, обосрала унитаз. Увели за собой, как это можно? И мухи летают, она видео свои снимает, а не мухи летают. Как в Симсе, как в Симсе мухи летают, прям. Чистая женщина, чистюля, лу, летает, что первая шатра везде, они вот бомбардируют ее. Анальный бомбардир. Хоть, я разблюду, ну, хоть пересними на тебя мухи нападают, ну, паришься ж, блин, мыться ж надо. Ну, да ладно. В общем, большую часть мы всего говна выкинули, поскольку, не, ну, этот человек вообще, это другое. Она, вот эта вот чистюля, я думал, что я чистюля. Нет. Она мне показала, как зеркала надо вымать, это все повычищало. Слушайте, ну, мы, знаете, учитывая, что, ну, вот, сколько нас уже связывает, да, я бы хотел бы просто продемонстрировать свою комнату, что у меня тут, вот, есть чипсы. Это мандаринки. У меня здесь в чипсах есть. Я к тому, что, может быть, ну, просто, если вы оба чистюли, то, ну, хотя бы один из вас мне уберется в комнате. Типа, ля, ухомонись, типа, она не, иди погуляй, выгоняла меня вот это вот, иди гуляй, я поубираю, три часа что-то убираю, эту квартиру прихожу, гривня, сто пола есть, потому что. Короче, мы на двенадцатом этаже там порядки понаводили, потому что готовили квартиру, потому что должны заехать жильцы. Мне сказали, сдавай. Я такой, типа, ладно, окей, буду сдавать. Подготовил там вот эту вот всю квартиру, везде все поубирали. Нахуй на надо же, к Ципрису приезжать, и убираются, охуели, блядь. Я там еще ходил туда, мне грустно было первое время, я там свечечку ставил, там, иконочки, типа, за здоровье, по церквям мы еще ходили, за здоровье Каримчика, дед. За здоровье Каримчика? Деток, Настеньки, чтобы у всех было все хорошо, ну, ебутый. Это потом приехал, сказал, ты обряды там какие-то проводил. Блядь, мне кажется, если, ну, он должен просто летом кепку носить, и, может, его пригрело, блядь. Ну, кепку. Ой, точнее, ну, лысину пригрело, потому что, ну, какой нахуй свечка за здоровье Каримчика, блядь. Ну, этот Каримчик твою жену ебет в Турции, ой, блядь, извиняюсь, в Египте. Блядь, а ты за него свечку ставишь? У него там свечка стоит, и так, блядь, нормально, типа, ты че, нахуй? Две иконы обычные, светочка, деревянный крестичек, маленькая бумажка, на которой молитва, потому что я в этом не шарю. Ну, там, звезда на бумажке красная. Ты ее обряды проводил. Сказала мне, не выкидывая свадебное платье, я говорю, нахрена, это все в записях рассказал. Чтобы это как призрак, свадебное платье, это как призрак. Если кому надо, там, может, под роликом, где-то будет, короче, записи рассказал. Вообще, в Телеграме, очень, дохрена мне в Телеграме, выписано всех остальных моментов. В общем, там, платьичка валялась, которая не выкидывая, на кровати лежала, кратник, там, детские фотки где-то на балконе. И вот это вот все, ты обряды проводил. Я такой, типа, ладно, хорошо. Слушайте, я бы сказал, что он несет полную хуйню. Ну, типа, я бы не мог бы поверить в то, что мини-кошка сказала, что ты проводил обряды. Ну, просто, ну, это бред. Но! Теперь-то я могу поверить, потому что, ну, после просмотра видео мини-кошки, она сказала то, что они расстались, потому что на них кто-то занослал порчу, или, ну, или что-то вроде того. Что-то занослали там на них, или что-то вроде того, блядь. И квартиру мы себе вычухали, там, навели порядок, везде все хорошо. Я там телевизор, который был огромный, снял, потому что, если сдавать квартиру, то какие залоговые нужно брать, что будет за 2000 баксов, телек, типа, если разобьют, то это все, это уже минус. Лучше мне прислать, ну, если я себе дом куплю все-таки, то, ну, мне телек там надо. Все, я заказал себе телек, думал, повешу, маленький телечек, проектор свой снял, сдачу, хотел проектора забрать. Мне проектор нужен тоже. Я такой, все это дело готовлю, все это время Настя в Египте, я с ее мамой общаюсь, говорю, тебе, Настя, что вообще происходит, типа, где там, как там? Вот это вот записи разговора и разговоров с Настей есть, первая, вторая часть, по часу с ее мамой я говорил, где она мне в конце в итоге сказала, Настя мне сказала, вы будете любить того, кого я вам скажу, это про Карима, там, ее Настя говорит, типа, ну, у меня же зять есть, типа, я, типа, как так? Типа, ну, все устраивает, типа, Настя, что ты чудишь? Нет, будет так. Извините. Это не помешало ее маме, потом, когда Настя тихоря прилетела в Украину, пойти резать замки. Короче, я такой вот это вот хожу, отношу лишние вещи, навожу в порядок в квартире, а Настя приехала за тем, чтобы срезать замки, залезть все, забрать свое золото. Она говорит, тыишь меня снял, все золото. Сука, сори. Я себе просто представляю, я на нее смотрю, вот, и она в какой-то момент, такая, типа, губу прикусила, и, типа, сейчас, блядь, где-то вот здесь, или я пропустил. Короче, я на секунду подумал, то, что она такая сидит, и такая думает, блядь, я на самом заебал, нахуй ты это, ну, ну, давай, я лыбаю. Где их забрать свое золото? Она говорит, тыишь меня снял все золото. Я говорю, ты, извините, слюной подай, блядь, 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 оставляешь это, и вернешься, заберешь, будет твое, если ты вернешься ко мне, а не вот это вот, ты поехала куда-то там, за границу, она тогда ехала вообще, через Польшу, через куда, не помню, ты обвешенная, как елка золотом, все это все снимут, и бьют, и все, ну, тебя нет, до свидания, вернешься, заберешь золото, а она это не так поняла, понимаете? Она, типа, не вернешься ко мне, она такая поняла, вернешься втихаря, когда меня не будет. Короче, я с Соней говорил, я говорил, Соня, у женщин маленький срок годности, и когда-то мы с тобой расстанемся, потому что ты постареешь, вот, она говорит, и что ты будешь делать? Я говорю, просто найду, ну, новую, помоложе, вот, она говорит, да кому ты нахуй будешь старый, там нужен, вот, ну, это прям на стриме, по-моему, даже было. Ну, типа, ну, он гений, он просто гений, ну, ну, мини-кошка, вот, последнее видео сняла, ну, ну, там видно просто, что, ну, ей уже там сколько, 30, да, 30 плюс лет, вот, когда она там видосы снимала по Майнкрафту, ей там сколько было, около, они вместе 10 лет, ну, ей было 25, там, вот такое, да, вот, ну, ну, видно изменения, ну, то есть, ну, мне кажется, Дилерон просто, ну, он такой, чуйка, ты постарела, давай сделаем видео, что ты уехала в Египет, ну, ну, и все, короче, а я просто найду помоложить, дома, и тогда вот ты можешь забрать это золото, да, там еще все эти деньги, еще там нычки с деньгами, тут у меня были, она подумала, это тоже можно забрать, зачем мне уговорить, ну, правильно, она такая приезжает, смотрит, а сейфа нету, а я думаю, нахеря мне квартиру с сейфом сдавать, я себе сейфа забрал, и вообще у меня давно, у меня начали появляться мысли, что деньги дома хранить, это плохая затея. Справедливо. Я помню, там ситуация с Демастером была, когда он в биткоины вкладывался, я такой, вот у человека не получилось, и у меня получится, я тогда... Риг-скват момент. ...самую часть своих денег в биткоины кинул, мне нормально было. Курс биткоина. Это была ошибка, Дилерон. Он сейчас подрос, между прочим. А, подрос, точно. Ты же, наверное, положил вот именно вот в этот момент, да? Вот именно вот в этот момент такой чисто вкинул. А сейчас он подрос на 3000 рублей. Не, даже на 1000. На целую, да. Не, ну жестко вложился. Так вот, получается, что вот это вот прилетает, начинает, мою гумничку, там, стиралка тебя позвала, ты пошла все под островы, мол, вот. Девять, хозяин, доволен. Да. Так вот, короче говоря, приехала, вот это вот все понарезала. Я, на самом деле, плохо, но с другой стороны, блядь, мечта. Я вышел, главное, Наташа провел, то она по делам ехала, возвращаюсь, я чуть-чуть по-другому. Мы выходили с Наташей из дома, встретили Настю с ее мамой, я такой прохожу мимо, типа, да нет, это не может быть она. Наташа, типа, да вон они сидят. Я такой оборачиваюсь, смотрю, типа, да вроде бы нет, да, могла бы предупредить, но нахуя это инфа, если он уже это рассказывал. Извините, перерыв на потрясающие сообщения. Он смотрит это видео и брабуривает скважину в мини-кошке и говорит, я достиг дон, чего ты хотел за час-день, а ты не смог за 12 лет, соси лысый. А зачем рядом с Дилероном сидит вторая мини-кошка, для чего она в этом видео? Для того, чтобы он сказал в конце то, что у них был анальный буровчик. Я надеюсь, что к этому все и придет, потому что, ну, это самый главный теперь вопрос всего мира. Там ее мама бы мне сказала, ну, таки, уходим, возвращаюсь, никого же не сирит. Я думаю, ну, что мне показалось. Поднимаешь на 12-й, милиция, Настя с мамой, замок режет. Я такой, типа, ой, бля, я ковно, в умный, ключи кидай ей, говорю, замки не ломай хотя бы, типа, зачем это все? Что-то, ревни, там, сюда подошел. Я такой, стою, ушел, она вот это вот все порезала, расстроилась. Первые мысли, скорее всего, пойдет, честно, меня катать заяву. Ну, каждый по себе, наверное, судит. Потому что мне потом нотариусы отзваниваются, говорят, типа, бегает, собирает документы на квартиру. Ну да, зачем мне в той квартире оставлять документы на обе квартиры? Бернула вот это вот, потом устанавливала документы, чтобы я на нее не накатал заяву, потому что раздела имущества в тот момент еще не было, и она пуске влезла в квартиру, которая совместной собственности. Такого делать нельзя, ну, нельзя еще запрещать не общаться с детьми, как бы, но она запрещает это делать, я в детям всякую чушь рассказывал, но как бы-то ладно. вот это вот все побегало, восстановило, ладно, хрен с ним. Это из такого, самого, прямо снова интересного, потому что вот ну, она просто эти истории слышала 5 миллионов раз. Потому что мне мозг вынесло. То, что я узнал потом о том, что действительно правда, то, что она там с этим Кривом общалась, ну, просто можно было сесть, вдруг-то против друга сказал. Понимаешь, дилерон, ну, вот как бы, ты меня воспитываешь, шепикаешь, вот ты меня заставляешь быть другой, но мне не нравится. Я хочу себе найти того, кто будет меня принимать такую, какая я есть, а с мухами, с говном, с грязью, любить меня, обнимать меня. Какой он манипулятор фактами, гений. Дарить тепло, понимаешь, вот обнял под одеяло. У меня вот это тепло, Карима, чувствую, вот легла рядом с его ногами, понимаешь, я темнее, чем я в уной. Это все из-за ее разговора, это все написяк есть. Это контакт. Типа, когда без носков ходишь по пыли, когда пыль становится, ну, на ноги липнет, тогда типа, но я в деревне, когда ходил, в этих, в тапочках, реально приходишь, надо, ну, прям темные ноги надо мыть. Ну, ладно, господи, хорошо. Вот так бы пообщались, я бы сказал, типа, до свидания. Я же даже, когда пытался общаться с кем-то, искал себе друзей, я не искал кого-то, с кем можно общаться. КАЛ, ИСКАЛ. Это был намек на анальный буравчик. Никто не ищет легких путей. Типа там, девочку найти какую-то из Одессы. Нет. Откуда ты? Краматорс, да нет, там, бомбежка, все, начал просто общаться. Какая? Человек совершенно случайно. Взяла мне, вот такая нехорошая, прокомментировала мою запеканку в Инстаграме. Такая написала мне, ты классно готовишь. Я такой, типа, ну да, я знаю, я такой классно. Ладно, не так писал. Ну, ты как? Я написал, типа, да, да, спасибо, просто поделиться не с кем, была бы ты рядом, там, поделился бы. Что такое общение у нас начало? Бу-бу-бу, вот они начали за политику, там, за туда и сюда. Когда начали, где-то там обстреливать, я такой, нехуя у тебя пенис, жалко поделиться нечем. Была бы ты рядом, я бы поделился. Дышь, вас там стреляют, мы такие общаемся с ней, нано-кухне с родителями садится, выключим, выстрелы автоматов, тра-тра-тра-тра-тра-тра, я говорю, паста у вас, на мне такая, что-то такая, да, у вас там, у нас все тихо, и там через день-другой, у меня взрывы за окном, мы с ней созваниваемся, это романтика, это потом детям можно будет. Это реально очень романтично, я бы хотел, чтобы все мы пережили такие романтические отношения. Ставь лайк. Вы познакомились, у нее за окном стреляли из автоматов, у меня за окном взрывы, и мы так взрывы, увы, да, вот такие вообще слуха, давай, короче, я тебя вот вытащу из этого говна, и вот это будете жить на моей старой квартире. То есть, у нее просто стреляют, а у тебя взрывы, и ты говоришь, у тебя хуйня полная, у меня всего лишь взрывы, так что давай, переезжай на мою старую квартиру. И они такие, да, давай. Да, типа охуенная идея. Ели заставил, идти его, мать, хотели на поезде ехать, и там как раз, а то разорвали всю же дистанцию, и я такой, ааа, короче, ладно, меня что-то никуда понесло. Ааа, шо? А шо я вообще, вот это вот, до того, как вот это вот, вот эти эмоции поехали, я такой, типа, Анастер, Карим, тепло, Карим, а в Немашке, в Немашке, короче, вот это вот все, это дико неинтересно, если бы был просто разговор о том, что отнесели, как взрослые люди, рассказали друг другу, вот это вот все, мы расстались бы, может быть, даже друзьями остались бы, вот я со своей бывшей, мы расстались с друзьями, мы просто решили перестать общаться, для того, чтобы не руинить мою семью с Настей, я говорю, понимаешь, как бы я тебя забыть толком не могу, ты хороший человек, мне с тобой было весело, и у нее тоже ко мне какие-то чувства остались, но мы решили просто, как русские люди перестали общаться, но они... Я считаю, что дилерон должен снять отдельное видео, или хотели, хотя бы в телеграме рассказать, с кем все-таки анальный буравчик происходил, оказывается, тут есть еще та, которая была до мини-кошки, видимо, уже биг-кошка, да, вот, получается, если то биг-кошка, потом была мини-кошка, это микро-кошка, ну, как карты, есть микро-SD, да, типа мини-SD, вот, потом будет Type-C, да, Type-C-кошка, мне просто интересно, с кем был, ну, типа, зарядка, ну, там, зарядка через Type-C, с кем была, вот, это, да, там в названии мини-кошка, да, я заметил, мини-кошка, но он ошибся, он и не хочет обижать, интересно, моя мама, моя мама с ней общается уже лет 15, по-моему, они подружили, они все это время общаются, мне там мама через нее, ну, пересказывала какие-то там истории, что-то, я говорю, господь, зачем ты с ней общаешься, как-то хорошая девочка, я с ней общаюсь, я уже знаю, вот этот хороший, микро-кошка обокрала дилероны на золото, поэтому он снимает на радио няню, да, она у него украла, видимо, даже камеру нормальную, потому что там у нее дочка там родилась, и вот эти вот истории, это я не без негатива, это я к тому, что просто хороший человек был, Настя такой хороший человек, что я из-за нее перестал с мамой общаться, вообще, то есть разругала нас до жути, чтобы она там не говорила, что мама ей по ту где-то прошла, какие вы маме даже пришмекнутые, какой нужно быть, вот это вот приехало, начало мне, ну типа, ну десяток, давай общаться с мамой, потихонечку на дачу начали общаться, я с мамой начал взять свою маму свою, снова люблю, у меня когда вот эти вот операции мои были, меня мама таскала с собой, типа, вот поехали, я с тобой там посижу, какие операции, а мини-кошка сказала, что ты пиздобыл, и не было никаких операций, то что ты их придумал себе, вот-вот, ты просто с мамой в больницу приезжал, и такой типа, а, забыл, я же здоров, и домой поехал, мини-кошка сказала, ну типа, это факт, Настя в Египте была, сказали, ты там с мамой ходил по врачам, меня там вообще-то разрезали, я еще несколько дней после операционной лежал, и вот это вот капельницы, капельницы, еще я маму свою люблю, да, вот это, чтобы не говорить, типа, бля, охуенное, видео 16-16-40, чел говорит, что любит маму, кстати, ставь лайки, если любишь маму, мамой ходишь, помимо мамы, которая была за дверями, было три врача, челюстно-лицевой, заведующие отделения, лор, мой донтист, интерны, сериал, три врача, три врача, мама там была, короче, в палате, интерны, сериал снимали, там этот был, Гойда был, короче, Лобанов, всем было интересно смотреть на очень простую операцию, которая была очень простая, не сложная, которую делали уже, по уменьшению пениса, очевидно, потому что я до сих пор не знаю, о чем операция, по уменьшению пениса, раз, а Настя в это время была в Египте, а деньги ей платили, это да, это эскорт называется, правильно, когда читают деньги, ты вот это вот с кем-то там, а потом говоришь, что это сотрудничество, это Борадор сказал, я-то такой, типа, ну это же план у меня был, что все это построить, чтобы развестись, развелся, так я молодец, так что да, вот это вот у меня все организовано было, из вбросов о том, что я ее биф, биф, я такой бифца вообще, слушай, я такой, знаешь, вот все еще и думаю, вот кого бы побить, но это рохлы, была ситуация, когда, оправдайся, в прошлом видео, немножко говорил, но, у них был биф, как у рэперов, не, бля, кстати, они же друг на друга видосы снимают, по сути, там биф, как у рэперов, так, чтобы полностью, она сама там спалилась, она никак не оправдалась за то, что она ее биф, и, короче говоря, ситуация была какая, Настя завуляла, с Сережей там, потрахались, она наделала селфи, где она с Сережей трахается, я начитал своих переписки, это да, челлендж фото после секса там было, или что, почему, почему через полгода вскрывается Сережа, блядь, это было давно, где Карин, ну это было, фотки у меня остались, династия, а почему вы тогда не развелись, чел, блядь, сережа в кровати, и вот это вот нафоткалось, я ей говорю, типа, шо это, я тебя спалив, а я-я-я, и она такая, тебя спалит, ну все, блин, печаль, беда, начало грустить, блин, я ей говорю, вот это вот вообще пришмалено, мне что-то тогда так грустненько было, я такой сижу на кухне, вилку над огнем, газовая плитая, разогрел, такой стоюсь, и руку жгу, ну так, общение у меня с собой, дурак, нахуй, происходило, успокаивался, Настя, ножок, руку успокаивал, все это насмотрелось, видать, мне жалко стало, она себе тоже, когда я уже ушел, всю руку себе, вилку пожила, я такой, бля, это какой-то прикол, может, я что-то не знаю, в чем прикол, сжечь руку, вилкой, закажу, типа, ааа, зачем, он такой, я себя так наказал, я такой, ну ладно, ну как бы не так было, а, и он ее простил, за измену, ну это я уже урезаю, я все, ушел себе, такой, спалки, хас она открыла, лежит такая уже, полуобручная, я такой возвращаюсь, я такой, хас открыла, я такая, хас открыла, нехорошая, 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 по лицу набив, там, по жопе набив, незде набив, набив ее, получила люлей, не, ну мне не хотелось умирать, ей не хотелось умирать, я как-то в состоянии, провел окна, подкрыл, проветрил, прошло время, мне ее папа такой, ах ты ж, нехороший человек, я тебе руки отобью, еще раз такое вижу, там, на меня нахамил, я говорю, блядь, блядь, я не знаю, слушайте, ну я, ну короче, как вам сказать, ну я против того, чтобы вообще биф, да, но я, я просто задумался, на себя, ну взял, допустим, у нас с Соней двое детей, и она такая, из-за того, что ей грустно и плохо, она включит в квартире газ, ну, а перед этим пожжет себе руку вилкой, ну типа, я не уверен, но, ну возможно, я бы психанул, типа, ну понимаете, я еще специально отметил, учитывая то, что есть двое детей, возможно, не в этой квартире, на данный момент, но типа, если включать газ, и, ну там, условно включить лампочку, да, то дети лишаются сразу двух детей, ой, двух родителей, ну, тогда получается полнейший Макдональдс, и я бы данный Макдональдс мог бы даже, ну как бы, ну не на сто процентов, но хоть как-то, я бы мог бы оправдать данный Макдональдс, если честно, может быть это плохо, но, ну типа, как будто, чтобы в чувства привести, что ли, ну типа, дать понять, ну типа, нахуя ты это делаешь, извинила, он такой, а, да, я такой, да, он такой, нехорошо, но не бей, моя дочь, я такой, ну, биф трогана, да сколько мог, настолько не биф, практически не биф, потому что я понял, ну практически не биф, но раз недельку можно было, слог for you, ну у него папа, милиции, проработал много лет, на подхолбник, или подхолбник, не знаю, короче прикол в том, что понял, что у меня накатают заяву, если что-то подобное будет, у меня там будет кисrenс, так что ее бросают, том что я ее там бил нет это были провокации там даже ее провокации попали на запись разговора нашу с ней последнюю где она мне такая а ты чё счета ты меня мог бы вот следующий раз набить когда увидишь если такой на меня злой ты шо за салп ты не мужик а ну давай набей меня такой поржал это не мужик если ты конечно не побил меня провокации это то что на запись попала так это брызгала снасть игре по наш почете набью но такая смотрит на меня типа то что фыркнул это вот убежала такой типа него не хотела но не набил ушел просила встретишь на белья встретил не захотела убежала думаю ладно не на я рассказываю о том что она со мной развивать не надо надо подписывать что это боксерский поединок был типа и все нормально это нормальная тема я и чё постоянно бив это не тот человек там бы сразу же заявление у меня биф это просто человек ты на собой себя пытался оправдать все это время придумывал что-то там рассказывал твою родне и родни оттуда какие-то странные планы были я не понимаю я вот сейчас это вот выговариваю хорошо после прошлого видео выхватился легче стало да когда это не выговариваешься оно в голове все сидит оно такое тебе кусь 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 где оно так не грузили на сверху у руку так выговаривался вроде бы легче стало да все молодец чивиха погавка вон грибе да 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 вот это вот выговариваешься но просто легче становится и меня она его сейчас за пенис взяла если вы не жарите а у него огромный просто пенис миссию перебила что-то там еще хотел сказать вот перебила по поводу вот этого вот всего развода запланированного я-то ей я начал говорить о том что я хочу развестись я только собирал документы до развода они втихаря уже оказывается вознялся масса за того как они в принципе стало разводе начало уже документы с это еще когда на марте пыталась детьми чухну типа за хлебушком за границу так вообще-то мужики делают блять когда сказал это мужской поступок по мне мама ну и да нужны были загран документы когда я кучу денег дал типа да ну так вот мы вы за хлебушком хотели в общем на еще марте хотела развестись так вот тоже все по-тихому у нее были коварные планы это вот все замутить изначально же она мне срывала по сути сделка и в декабре хотел купить четырехкомнатную квартиру эти квартиры продать душа одна квартира которую она забрала это мамина мама на нее переоформила ее и эта квартира ну сейчас как бы мою маму условно кинула на бабки потому что 6 я хотел оставить маме ту квартиру я хотел вообще стать которая была она купить четырехкомнатную на все такое типа это четырехкомнатную делить при разводе пополам не будем делиться вот так пока нам не две квартиры вот так вот мы разделимся ну хрен с ним не вообще были планы две квартиры не оставить ее нахрену когда она начала чудить когда замки я такой типа вот ее слушаю вот вообще не с ней она отчеты вот отчеты вот не делишь квартиру что-то не подаешь на раздел имущества типа какого хрена тебе все эти подарки делал не адвокат говорит давай две квартиры поделим пополам 50 процентов пятерка говорит надо было вообще в каждый из квартир сделать свалку на воза холос понимаете моё мнение по авторитету на уровне адвоката видимо блять подожди я нихуя не его не понял 50 процентов пятерка говорит надо было вообще в Каждый из квартир сделать свалку навоза Хранение навоза Там в контексте было Я точно не помню что, но там было в контексте Не просто свалку навоза Но типа там была какая-то шутка В этом заключалась Потому что до этого был разговор про навоз И типа негде какой-то навоз хранить Или что-то вроде того Кстати, я потому и подумал Что идея плохая, они заметят разницу Так что извини Чёртая идея, конечно, была классная Но не сработало бы Пахнуть, может быть, стало бы сильнее Не, кстати, я прошу прощения Я как деревенщина заявляю Что навоз может даже нормально пахнуть Я вот когда, ну коровьи не супер Но коровьи можно терпеть Свиньи 100% терпеть нельзя В конюшне, когда заходишь Ну типа, ну, можно тусить в конюшне Типа не Ну, коняшкиное говно Почему-то нормально даже Ну, воняет, но нормально То есть терпимо Коняшкины какашки можно было бы подложить реально И голову конимую А до этого я такой ещё сижу с мамой общаюсь Она говорит Слушай, а помнишь тебя в Байтеле Типа, вот там есть такой закрытый райончик Где частный сектор И мне там накидывали идеи Вот нужно там срочно купить дом частный Там 200 тысяч долларов плюс Плюс ремонт ещё там 1100 Алиса, 200 тысяч долларов в рубли 12 миллионов 74 тысячи 820 рублей Телерон, дай денег, блять Дай денег Вот нужно всё это Покупить Богатые люди в таких домах Как вы живёте, не живут Я такой думаю Типа, да нет, по-хренам не надо У меня мамы есть дача Там почти 12 гектаров участок Прям возле лимана 12 гектаров это 12 соток? Ебать Для мне вот это вот Не, ладно, это не супер много Но это хорошо прям Это прям хорошо Накидывают Я такой типа мимо ушей пропустил Да и ладно А сейчас думаю Если бы я купил Сделал ремонт Находи бы Переезжай к маме на дачу 300 тысяч пополам делить Это меня боженька отвёл от всего этого Не зря вот это вот Оказывается я выходил Свечечки ставил А то оно могло бы ещё Ну да, там боженька зарешал реально Это ж просто капец Я так ещё ржал Вот это, господи Оно уже вот выстрелось Сняло своё видео Про свой анальный буравчик Вот это вот всё рассказало Дальше можно не смотреть Видимо, да? Хорошо Там пять раз, по-моему Оно в конце Он мне матку хотел вырезать Она вот это Что-то такое выстрел Я просто думаю Что ты несёшь? Что ты? Что ты? Ты такое говоришь Там даже на записи У нас где-то было Что я говорю Настенька Как бы помнишь Вот это с тобой обсуждали Что вот Мы говорили Что надо бы сделать Клистическую пластевическую операцию За которую я денежку хотел заплатить Чтобы я там Малые половые губы подрезали Чтобы не было вот этого Она мне Это моя Интересно Она сидит Вот она понимает То, что Ну Через 10 лет То же самое Может быть с ней Вот тоже самое Как она Как она это воспринимает Я роза Я ничего Резать не буду Тебе не нравится Вот это всё Я такой Ладно, ладно, хорошо Это просто вот Да И как бы Да А тут Он мне матку Хотел вырезать Хотел Господи Я кляжу Рубна Ловите его Мать Не, ну таким Надо вырезать Конечно Матку И хотя бы Фамилию бы сменила То есть Ну как бы Мне кажется Если шути Что шути Ну блять Ну это как Мне психолог Говорила Пока Женщина Не уходит С фамилии мужа Типа Это всё ещё Жена Ты мне не жена Смотришь У тебя там Карим Араб Есть У тебя Анастасия У меня между прочим Ну типа Мамочка До сих пор С фамилией Как бы Моего папы Осталась Вот Она сказала Это только для того Чтобы у меня Всё хайпово Было Что при этом Допустим Если в школу иду Чтобы у меня Не было Типа Фамилия Баранов А у неё Какая-то другая Типа И что за прикол Нахуй Что за вопросы Вот И всё Мамочка специально Только ради меня Она сказала Она оставила Она говорит Так оно мне Нахуй не надо Я без негатива Карабом Ну просто Да Так получается Не хочу Чтобы появился Ребёнок Там Какой-нибудь Хисам Или Абдул Извините Соня ворвалась Еле успел Выключить Соня Гулая Забежала Она не знала Что у меня стрим Везет С хуйню Несёт Чел У меня Всё хорошо Как бы Мы с собой Начали общаться Первое время Я же с её мамой Общался Говорил о том Что Вот Я пытаюсь Вернуть Настю Я вот Наташи Говорю Вот Понимаешь Вот Наташа Моя новая девушка Но я пытаюсь Вернуть Насте Я своей новой девушке Наташи Объясняю То что Я люблю Настю Я хочу Быть с Настей Но Мы с тобой Общаемся Мы с тобой Друзья Но я за это Преподственность Скучаю Как бы Вот Как бы Да И у меня Ещё такие мысли Наташа Постоянно Мы с тобой Только друзья Понимаешь Я не очень понимаю Типа Ну вот На тот момент Реально Вот по историям Дилерона Если только судить Они живут Два года В раздельных Квартирах Они уже Друг друга Ну особо Там Не чихпыхают Анального Буравчика Не было Половая губа Значит Торчит Да Ну вот Зачем Он её Пытается Вернуть Чтобы Что Чтобы Зачем Я говорю Что Быть с тобой Только Друзья Друзья И мне Накидывает Типа Ну ты же Понимаешь Что Если Она тебе Сказав Что У неё Кто-то Будет Она Типа Она себе Будет Кого-то Искать И ты Себе Кого-то Ищи Что Бабы Такой Не говорят Когда У них Кого-то Нет А До Этого Не Зна Между Последнего Пока Она Усе Видео Не Сказала Дословно Что Ну Мы Встречали Рассвет И Закат И Я Говорила Кариму В кафе Не Влюбляйся В меня Когда Фот Капачках Там Крим Типа Не Влюбляйся Что Реально Это Тогда Они В кафе Я Такой Ити Ну Мать Ладно Это Доводы Все Классно То Что Я С ней Там Десять Лет Не Спал Из-за Ее Лунатизма Вот Это Все Что Боялся Чтобы Дети Лунатиками Не Были Не Хотел От Ебать А Он Вообще Хотел Детей Усыпать Такой Конченый Оказывается Деткам Хотел Помочь Как-то Усыновить Так Делать Вообще Нельзя Она Были Не Смогла Чужих Детей Любить Это Уже По-моему Проблемушки Ну Как Бы Ладно Окей Так Спал Но Мы Тоже С Не Вместе Усыпаем Представляешь Собя Всего Лишь Нужно Не Ходить Во Сне Не Разговаривать Не Вот Это Вот Все Это Безус Не Драться Наверное Тоже Да Во Сне Лежит Себе Спит Тихонечко Всю Не Ну Я Против Потому Что Он Обвиняет Он Ее По сути Обвиняет В том Что Она Не Контролирует Вообще Как Оказалось Он Лечится Таблеточками И Лечится По Ход К Псих Типа Это Пофиксить Можно Тем Более За Десять Лет Но С Другой Стороны Но Он Ее Прям Винит Он Говорит Я Вот С Этой Сплю С Тобой Не Спал Всего То Не Нужно Ходить Во Я Так С Думаю А Че Это А Так Можно Было Да И С Шок С Есть То Что Там Говорило Про То Что Наташа Анорексия Там Я Гаврил Когда Врачи Ставили Диагноз Было Подозрение Анорексия Я Утю Утю Откры Нету Никаких Подозрений Холят Нервничаю Открыни Лучше Нету Никаких Подозрений То Что Там Были Еще Какие-то Подозрения На То Что Там У Нер Рак Вот Это Вот Пляс Этим Рак Господь Ушел Всех Вообще Нету Это Мы Да Без Подробностей Что Там Мне Говорят Сказал Бегова И Фив Что У Меня Там Был Рак Как Вы Ти Мать Рак Я Думал Я Думал У Тебя Рак Принеси У Тебя Шкафу Весят Мои Снимки Запасаны Блядь Так Это Не Рак У Него Был А Он Рак Ставил Женщин Не Реально Подожди Ну Как Бо Сейчас Я думаю То Что Там Уже Все Я Не знаю Сейчас Наверное Уже Может Удалили Был Паблик Типа Рпша Майнкрафт Вот Хуевый Нехуевый Паблик Сейчас Не обсуждается Там Был Прикол Что Да Вот Он Походу Этот Паблик И Видимо Что-то С ним Случилось Там В шапке Профиля Прям Была Картинка То Что Дилерон Там На Медицинской Койке Лежит А Рядом Мини Кошка Кстати Стоит Вот Ну Хуй Пойми Но Дело В том Что Мне Ну Как Б Внешние Источники Тоже Сообщали Что У него Рак Были Проблемы С С3 Позвоночником То есть Между С3 И По-моему С2 У меня Была Грыжа Там Где Мне Хотели Оперировать Говорили Мне Слышь Тут Будет Короче Такая Тема Что Ты Можешь Через Лет Десять Ласт Склеишь А Можешь Ча Лапки Не Будут Работать А Изодракса И Короче Такие Типа Если Не Сложатся То Да Ну Можем Тебя Прооперировать Там Около Двуссот Тысяч Долларов Операция Стоит Ски Ка Нахуй Отговорила Тоже Но Это Может Было Потому Что Слышь Двести Тысяч Давай Помирай Старый Ты Че Да Правильно Если Через Десять Лет Умрешь Ты Разводиться Особо Не Надо Будет Но Нет Там Было Чуть По Другому Мне Хирург Который Оказался Какого-то Хрена В бате Моего Подписчика Или Что-то Там Такое Он Фоткал Твой Пенис Беги Тут Людей Вообще То Не Лечит Я Хотел С ними Судиться Но Там Немножко Все Сложнее И Решил Судиться С Мини Кошкой Сказали Просто Здесь Людей В основном Ну Как Частные Клиники Работают И Невыгодно Тебя Вылечили Все И В добрый Путь Они Тебя Лечат Что-что Ну Как Частные Клиники Работают И Невыгодно Тебя Вылечили Короче Я Этот Я Предполагаю То Что Нет Потому Что Я Предполагаю Частные Клиники Работают По-другому Во-первых Ну Мне Отрезали В частные Клиники Пузо И Все Норм Мне Кажется Там Работает Так Что Тебя Вылечили И Ты Своим Кентам Говоришь Пацаны В частные Клиники Ну Типа Заебись Приходите Вот Сюда Мне Кажется Это Так Работает В добрый Путь Они Тебя Лечат Лечат Что Это Вот Это Делают Это Все Максим МРТ 17 Гор МРТ Давайте Посмотрим Хреновастенько Видно Не Ну Все Понятно Это Грыжа Это Грыжа Третий Позвонок Что Там Что Еще Что Какие Заключения Зодрак Сашу Не Ну Понятно Сейчас На Паузу Там Поставить Каждое Это Все По 4500 Блин Под 9 Или Под 100 Тысяч Рублей На Ваши Каждое Вот Это Чего Бля Что Там Какой Скрин За 10 Тысяч Рублей Каждый Ход С Попрели Что Там На Дисках На Дисках mp3 Это Вот Что Мне Рассказывают Шоу Вот Ты Там Это Шо Тарак Сука Мне Рассказывали Себя Никогда Не Голуб Тарак Я Были Очень Сильны Головные Боли И Мне Это Безумно Мешало Жить Но Самое Интересное Что Самое Интересное Это То Что Когда Мы С У Меня Прекратились Головные Болюшки Моя Головная Болюшка Оказывается Египет Уехала И У Меня Все Это Прекратилось Я Так Вот Почему Нет Вообще Бабка Годавка Говорила Что Меня Чем-то Травили А Не Но Если Бабка Годавка То Диски Но Насчет Травили Я Не В Все Верю Тим Махит Дисков Не Слушай Но Если Он Гадаю Значит Вопрос Такой Сейчас Бумажку Берем Вопрос Будет Ли У Дилерона Анальный Шрекин Бокс То Есть Будет Ли Анальный Буравчик У Дилерона Произойдет Ли Вот Что-то Случится Сейчас Я Сделаю Расклад На Анальный Буравчик Значит Первая Карта Вот Так Вторая Карта Вот Так Третья Карта Вот Снизу Должно Быть Как-то Потом Четвертая Сюда Пятая Сюда Так Шестая Блять Седьмая Нахуй я Семь карт Достал Надо было Просто Три Достать Мне Похуй Короче Все Я Убираю Только Оставлю Первые Три Карты Итак Значит Первая Карта По поводу Анального Буравчика Что Что Заявляет Первая Карта Ой Ой Блять Слушайте Ну мне кажется Ответ Очевиден Это Первая Карта Первая Карта Значит Ладно Угу У второй Карты Внутри В руке Что-то Напоминающее Пенис Ё-моё А потом Будет Короче Суд Потом Будет Суд С мини Кошкой И справедливость Восторжествует Так Ладно Давайте Все-таки Посмотрим Вот Этот Вот Что Значит Вообще Значит Первая Карта Ага Значит Первая Карта Дилерон Призывает Делать Свою Жизнь Самому Реализовывать Свой Потенциал То есть Я это Трактую Так Если Хочется Пробурить Чью-то Скважину То ты Просто Берешь И делаешь Вот это Вот Не спрашиваешь Блять Ничего Ты просто Реализовываешь Свой Потенциал И все Вот Делай Свою Жизнь Сам Следующее Следующая Вторая Карта Это Вот Карта Связана С творчеством Она намекает на то Что К любому делу Нужен творческий подход Возможно Надо Короче Купить Трусики Со слоненком Чтоб Хобот У слоненка Типа Поднимался Ну так Развеселить Как бы Девчулю Да И потом Опа И просто Сделать вид Что ошибся Проходом Так сказать Да И Следующая Это Карта Вот Последняя Справедливость Называется Карта Чё блять А не вот Правосудие Карта Призывает Соблюдать Правила Обещания Договоренности И вести Честную Игру Она Также Напоминает О том Что любая Крайность Пагубна Слушай Ну то есть Я Все Я сложил Значит Первая Карта Тебе Говорит Что ты Просто Ну Анальный Буравчик Произойдет Но Последняя Карта Говорит О том Что будут Последствия Потому что Ты особо Спрашивать Не будешь Будут Последствия У этого Анального Буравчика Возможно Ну Не оценят Твой ход Вот А вот Эта Карта Она Говорит О том Что Ну Надо С творчеством Подойти К этому Приколу Да Вот И еще Это Все Очень Сильные Арканы Вот Это Вот Все Три Карты Выпали Это Самые Ну Такие Сильные Это Там Не Вот Это Не Жезлы Какие То Там Не Палки А Это Сильные Арканы Ну Просто Так Вот Что Там Еще Осталось Человеч Но Факт Налицо Да Да Он Все Показал Конечно Но Там Понятно То Что Конечно Рака Нет Раз Легче Это Шелестит Там Да 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 Все Не надо В общем Голова перестала болеть Все стало Хорошо Я Я Счастлив Господи У меня пока тот Хаммер был Я никуда не ездил Мне не внушали Никакой Уверенности О том Что я смогу Появился У нас Этот Вот Смарти Который Я Три Раза Купил Я Вначале Купил Потом Купил Вот Будешь Водить Будешь Все Хорошо Вести Буду Давать Ключи После Этого Она Улетала Я За машинку До свидания После Этого По решению Суд Он Ей Купил Машину И Потом Ей Дал Денег И Сказал Я У тебя Покупаю Машину Чел Ты Гений Но Это Просто Летом Было Может Напекло Голову Да Она Что Начала Говорит О Мне Деньги Не Давал Типа Дай Мне Снова Денег Я Типа Лям Я С Адвокат Общаюсь С С С С С С С Мне Все Устраивает Все Хорошо Но Сам Факт Того Что Вот Это Вот Настолько Быть Мелочно Что Вот Эти Деньги Выдирать И Потом Сидеть Рассказывать У себя На Стримах Тик Ток Дети Скидывают Видео Где они Что-то Пишут Дети Скидывают Видео Где они Что-то Пишут Он Мне Дал На Детей Только 20 Гривен Я Не Общался Сообщениями Через Приват Ну То Есть Как Б Донатил Настеньки Типа Поговори Сомна У меня Тогда Был Телефон Я Влез С С Макса Который Ее Прошлый Телефон Новый Я Купил На Улетел А Старый Остался Я Влез В Учетку Вот Это Залез На Ее Аккаунт Там Насмотрел Со С Фото С Переписок Писки Были В Гугл Перевод Читался О том Как Что-то Про Тепло Тело Говорило Оттуда Все Пошло Я Начитался Говорю Типа Разговор У нас Не Был Третья Май Там Мы Поговорили Кому Интересно Можете Послушать Более Расширенную Версию Я Вот Это Все Послушал Охренеть И Потом Уже В конце Говорю Блин Слушай У меня На У тебя Лежит Компромат На Телефоне Дай Мне Разглогиниться Я Телефон Влез Мог Наподлить Мог Поменять Пароль От Apple ID И Телефон Приватился В кирпич И Не могла С ним Ничего Сделать Ебать Не На Эта Хуйня Была Смешна Я Просто Говорю Что Я Начитался Мне Хватило Пароль Просто Поменяла Хитрее Подлее Оказалось И Мне Телефон Золочило Я Не Мог Оттуда Ее Учетку И Передать Чтобы Наташа Могла Пользоваться Она Такая Не Не Хочу Я Говорю Давайте Дам Тысячу Гривен Она Такая Нет Две Она Такая Нет Давай Три Она Такая Нет Давайте Дам 5000 Гривен Типа Свалить Телефона Просто Чтобы Я Мог Использовать Нет Это Мой Телефон Я Не Дам Тебе Подарить Его Наташа Один Шо Второй Ты Перед Подружкой Сейчас Опять Твой Ну Она Такая Вот Рсут Решит Мы Тогда Вот Это Все Порешаем Я Такой Телефон Нормально Решить Человек Типа Ладно Не Надо Пошел Короче Говоря Мне Телефон Стерли И Вот Это Все Нормально Порешалось Но Блин Все Какие Истерики Устраивало Что Я Не Хочу Вот Это Вот Все Ну Нахрена Непонятно В общем Да Ладно Порешали Это И Порешали Что Ты Хотел Еще Сказать Но Из Головы Вылицело Там Что То Было Еще Смешное Дико Брональный Буравчик На Этом Телефоне Был Тик Ток Привязан Инстаграм Которые Вот Оно Все Осталось Никому Не Нужно Я На Мой Контакт То Есть Номера Телефонов По Контракту На Мне Были Она Вот Это Начала Отчет Какой Контракт Номеров Телефонов Я По Контракту Номер Восстановил И Получается Голы Давай Я Тебе Твой Инстаграм Тик Ток Отдам И Ты Будешь Себе Дальше Вести Нет Она Сказала То Что Ты У Нее Все Спиздил И То Что Ты Нихуя Не Дал И Заблокировал Все Я Отдал Мини Мини Кошки А Мне Ничего Не Надо На Тебя Вот Это Все Фур Фур Это Все Тоже Есть Скиншоты Переписок И Так Далее Мне Наташа Будет Вести Ничего Не Надо Ладно Пошел Телефон Наташа Типа Вот Эти Учет Я Написал Ладно Дальше Как Ютуб Пока Не Хочет Пока Я Бабла Толка Нет Из Этих Стран И Мотивации Пока Нет Начнется Хотя Б Что Ты Там Погода Получше Мы Пока Были На Даче Что Ты Там Снимали Долковали Я Так Выкладываю Не Захотел Не Смонтировал В общем В Инстаграме Что Выходило В Тик Что Выходило Ну А Так Ничего Не Вышло Пока Ну В общем Вот Так Что То Дальше Куда Я Хрен Овознаю Я Даже Это Видео Не Планировал Записывать На Какие Сидели Что Ты Сядешь От Этого Что Ты Записишь Может Быть Наташа Пуста Рвалась Такая Я Не Смогу Потому Что Там Будут Матюки Ты Будешь На Меня Ругаться Ругаться Запрещаю Ну В общем Да А Тут Вот Типа Матюки Типа Монтировать Придется Потому Что Без Эмоций Смотреть Не Может Это Мне Уже Похер Ну Я Не Ну От Смыса Я Сейчас Не Ругался Ну Как Б Сыч Да Мы Договорились Щипать Друг Друг Если Кто Ругается Что Мне В принципе И с Настей Так же Самым Было По Поводу О Что Я Зачем Ты Своей Нынешней Я Надеюсь Ты Ну Слышишь Это Без Ни Детей Учу Вот Это Матюкаться Типа То Что Мне Ее Бабушка Сказала Вот Там Дети Стали Неуправляемые Матом Ругаются Бла 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 Я Причем Здесь Как Бо Не Я Матом Ругаюсь И Вот Это Вот И Слова Причем Настей Неба Повторяют Дети Там Они Матюкаются На русском А для них Теперь Родной Язык Это Египетский И Поэтому Не считается Что Они Матюкаются Опа А Все Что Вообще Она Рассказывала Какой-то Такой Ереси Своей Родни Родня То ли Верит Во все Это У них Тоже Продуманный План Египетская Сила Тоже Очень Давно Хрен Знаю Мне Хочется Верить То Что Это Был Мой Гениально Продуманный План В результате Которого Я с Настей Все-таки Развелся Свобода Вот это Вот Все Хорошо И Все Хорошо Как бы Изначально Сразу Заговорил Счастье Здоровье Вам Скорим Можно Было Просто Сразу Все По правде Сказать Не было Бо Вот Этого Всего По поводу Детей Мне Адвокат Запрещает Рассказывать Что Быто Ни Было Про Детей Что Будет И Расписано В старых Постах Что-то Там Вкратце Но В общем Пока Суд Не Закончится Я Всказываться Ничего Не хочу И Вот Этого Рассказывает Тоже Ничего Не Хотев Ну В общем Высказал Что Я Хотев Еще Либо Что Хотев Еще Что Хотев Может Быть Передадим Пятерке Помощь Лапкой Дет Сука Это Это Когда В сериале Ломается Четвертая Стена Знаете В сериале Бля Бля Не надо Да Машки Привет А когда Я бы хотел Чтоб Они Остальные 8 минут Просто Меня Обсуждали Бо Меня И То Что Я На Кого Одеваю То Что Мне Нравится Даже В Предложении Мне Девел Девыщи Которые Мне Нравятся Ну Мне В Смысле Как Женщины Делают Они Одевают То Чтобы Нравится Тому Кому Они Хотят Нравиться У Нее Был Карим Естественно Ей Не Хотелось Нравиться Мне Он Ее Называл Типа Ребенком За То Что Она Типа Так Одевается Но При Этом Он Заставляет Носить Платье Так Что Ни Хрена Не Понятно Но Платье Это Для Детей Наташа Нравится То Что Я Покупаю То Что Мы Носим По За Стар Странных Вещей Это Все Вообще Какой-то Отдельный Бред Потому Что Осталось Очень Много Новых Кроссовок Которые Отдал Наташа Спортивные Костюмы Воняют Что Там Куртки Первые Же Дни Только Наташа Приехала Мы Сделали Вообще Рейд По Всем Магазинам Ева Скупили Все Возможные Носочки С Сердечками Нет Это Сейчас Не В Магазинов 7 Или 8 Я Скупил Все Понравились Мне Короче Да Так Что Типа Это Видимо Летом Было Нет Мне Тебе Мне Понравились Я Купила Себе Одну Бару Скал Красивый Пошли Еще Купить Неправда Мне Понравилось Я Тебя Заставляю Это Носить Ты Не Понимаешь Это Другое Мне Нравится Я Заставляю Ты Не Понимаешь А То Побью Ты Понимаешь Дайте Пережить Кринж А Бля Я Я Не Заметил Даже Побью Сказ Это Было Как Признание У Них Был Секс Бля Все Все А Есть Где-то Видео Как Мини Кошка Целуется Скорим Опа Нету А Все Значит А Значит Не Было Еще Лучше Кринж Нахуй Побью Сказал Дай С С С С Ладно С Она Любит Когда Душат Просто Нормально Что Здесь Другое В общем Короче Все Что Хотел Сказать Я Сказал Если Какие Нужны Детальные Подробности По поводу Анального Бурочка Я Детальных Подробностей За 39 Минут Не Услышал Выписывал В Телеграме Там Какими-то Старыми Постами Что Никуда Не Вылезало Не Привлекало Внимание Тоже Там Дополнял И Я Опять Поздравляю Настю Возможно Я Поздравляю Саску С Очередными Двумя Тысячами Гривен Или Даже Четырьмя Вот Тоже Все Получится Потому что У него Гениальные Были Планы Найти Себе Когда-то Мужа Араба У нее Не Вышла У Дочки Вышла Но Еще Не Конец Нихуя Я Я Посмотрел Ее Инстаграм Титок Там Где На фоне Арабской Музыки Арабская Арабская Музыка Кстати Охуенная Я Не знаю Она У меня На нотках Души Играет У вас Тоже Все Получится Вот Серьезно Все У вас Будет Хорошо И у вас Будет Мушарап Лавные Тих Свои Цели Видите У Насти Все Получилось И у Арабский Трет Часть Все Так Ну Все Да Все Интересно Что Сейчас Будет Еще Духом Виде Дальше Да Я правильно Понимаю То Что На Эту Камеру По Идея Где То Есть Видео Где Анальный Буравчик Происходит Не Знаю Скажу Я Ей Все Скажу Да Как Она Посмель Мне Вот Это Вот Солит Солит Молчит Ну Не умеет Человек Еще Общаться На Камеру Вот Это Пару Раз Что Пыталась Снимать Идет Так Ревен Что Ты Ревешь Я Боюсь Они Скажут Что Я Красивая Страшная Глупая Я Глупая Ну И Что Я Тоже Тупой Что Теперь Плакать Что Смеяться Чем Ты Глупая Чем Ты Семья Что Работа По Машим Учени Витали Все Остальное Не важно Заставлю Рано Или Поздно Она Позже Будет Снимать Какие То Лёжики Да Стри Будешь Вот Это Ладно Любая Женщина Должна Стримить Тик Токи А Вообще Потому Что Мне Кажется Но Тик Токи Просто Вот Если Ты Женщина И Ты Стримишь Все Ты Можешь Безбедно Существовать Моментально Садишь Приседать За Деньги Да Охуенно Ладно Не Будет Приседать Спасибо За Розочку Спасибо За Розочку Там Приседать Насти Да Это К Насти Приседать Ну Что Небудь Будет Уже Снимать Либо Поудаляете Аккаунты Мне Не Устралось У меня Как Все Контракты Новые Заведены На Авторские Права И Так Далее Че Мне Сейчас Как Синакал Сносить Нет Пусть Вначале Получит Партнерку Пусть Там Просмотра Подписчиков Соберет А потом И До Свидания Пока На Вегете Заклеветует Пока Не Страшно А Что Ты В Украину Приедешь Заклеветую Не Приедет Не Приедет И Там Столько Наговорило Мне Там Дети Понаскидывали Записи Стримов Там Ой 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 И Этот Псих Сидел Тоже Там Что То Смотрел Да Этот Псих Сидел Что То Смотрел Это Он Про Меня Надеюсь Ой Брать Нельзя Надеюсь Ой Нельзя Когда Пруфы Есть Ты Сидишь Как Такой Типа Типа Он На Не Подаст И Будет Суд Разбираться Докажите Что Он Вас Просил Отрезать Матку Но Он Меня Просил Отрезать Матку Нет Вы Должен Доказать Он В Личном Разговоре Просил Вы В Ужете Круфов Нет И Сидишь Прешь Это Называется Статья Да О Не Неужели Он Будет На Хуйня Одна У нас Три Метра Другая Через День Тречи Так Нельзя Вот Это Врать Нельзя Это Плохо Короче Блять Мини Миникошка Слушай Миникошка Тоже Иногда Посматривает Но Она Говорила Это До Конца Не Насматривает Миникошка Короче Начинаешь Везде На стримах В Тик Токе Типа Там Ну Где Еще На Видосах Везде Говорить Каждое Видео Типа У Дилерона Огромный Пенис У Дилерона Огромный Пенис И Типа Когда Он Будет За клевету Подавать Если Это Клевета Он Это Тоже Должен Будет Вписать И Получается Что Он Либо Не Подаст За Все Остальное Чтобы Сохранить Миф О том Что У Мега Пенис Либо Ему Придется В суде Доказывать Что У Него Не Огромный Пенис Чтобы Доказать Что Ты Клевещешь На Него Придется Он Должен Будет Достать Хуяку Мне Кажется Прям Всего Хорошего Игровые Ролики С Наташей В любом Случае Будут Наташ Скорее Сего Будет Без Лица Просто Как Второй Пилот Я Буду Что Небудь Снимать Так Что Детство Еще Вернется Она Будет Просто Немножко Другим И Более Веселым И Со Мной И Со Мной Ты Снимаешь С Хлебушком Который Не Умеет Два Слова Связать И С Дурковатой Не Ну Я Ничего Сейчас Плохого Не Хотел Сказать Но Я Познаю С Кем Я Живу Они Не Видели Вот Этого Не Надо Сейчас Показывать Это Потом У меня Огромный Пенис Я Когда Говорю Наташа Скажи Аф Я Такой В смысле Аф Аф Он Скажет Что Он Человек Скромный А поэтому Не Огромный А Просто Большой Блядь Ну Зачем Ты Ему Подсказываешь Сука Аф Я Пытаюсь Как То Мини Кошки Помочь Запорола Мне Одно Видео Которые Хотел Снять И Я Такой Типа Нет Нужно Мя Аф Ну Скажи Аф Аф Ну В общем Да Короче Мы Поржали Надо Было Конечно Это Выложить Беги Беги Аф Аф Что-то Будет Будет Смешно В любом Случа Но Чуть Попажи Когда Свет Вырубают У нас Уже Не Бахает Спасибо Но Вырубают Свет Произрота Не Зашто Типа Лоба Черно-белая Входит Всякая Хрень У моей Мамы Закончилась У нее Была Операция По Воводу Того Что Рак Валидность Уже Давно Не Первый Год И Я Так Это Может Не Я С мамой Мама Не Будет Ей Может Перескажет Но Я Помогаю С мамой Закрыть Ее Вопросы Мои Дурацкие Вопросы С операцией Я Все Еще Не Закрыл Потому Что Я Смелый После Нового Года Может Быть Да Просто Должна Операция Вначале Отмазки Типа Вот Мы Должны Дождаться Заведующего Не Челюстно Лицевого Бла Бла Я Так Сижу Если Не Хочу Никакие Операции Делать Надо Мне Тоже Операцию Сделать А может Быть За Одну За Две Все Это Закончат Я Надеюсь Что Все Это Будет Топ Мне Больше Вопросы По Маме Интересовали Мне Главное С ней Все Закончить Расшел Вот Это Я Уже Смог Клем О Чем Не Все Хорошо Монстр Типа 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 Нахуй Я Это Знаю Так Что Еще Ты Тоже Поведешь У меня Страшно У тебя Не Страшно То Что Тебе Хотели Сделать Даже В Инстаграме Где-то Был Пост Я Наташу Веду К стоматологу Она Такая А может Пойдем Домой А Лежа Ничего Не Более Тут Не Надо Пришли Врач Доктор Тоже Говорит Типа Деточка Ты Боишься И смеемся С ней Вот Это Вот Не Надо Бояться Это Бояться Ты Попусала За пальцы Пальцы Новые Вырастают Ты Видела Трудовик Сыном Любого У него Это Я Я Это Все Знаю Я Прослушал Что Происходит Я Просто На Секунду Отвлекся Буквально Свои Три Пальца Вы Учить Будете Ну В общем Да Так Ладно Все Еще Раз До Свидания Прощаемся Подписываемся Будет Еще Две Минуты На Канал На Пятерки Все Нарезки Делать Настя Не 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 Знаю Счастье Я Этот Контент Вообще Не Воспринимаю Насколько Глупым Человеку Надо Показывать Как Через Заборы Перевозить На Закрытой Я Не Хотел Рассказывать Это День Дом Мой То Есть Через Заборы Перелазить Он Не Хотел Рассказывать Потому Что Это Лишнее Наверное Да А Про То Что Надо Отрезать Половую Губу Это Типа Норм Тема Пунктик Я Обсуждал Это Был Вот Такой Подарочек Лазила На Закрытую Территорию Там Где Нельзя Проникновение Снимала Детей Через Забор Вот Это Вот Посадить Ну Я Не Хотел Я Мог Я Очень Мог Но Я Не Буду Это Прям Сейчас Делать Мог Бы Кое Где Проникновение Было Все Таки Или Нет На Запретную Территорию Вот Но То Что Она Сделала Проникновение На Запретную Территорию Я Понял Дилерон 45 минут Я Жду Ответа Было Ли С твоей Стороны Проникновение на запретную территорию я подлости делать насти не собираюсь лаза собирался и не собираюсь не делал даже то что вы типа он детям не помогает и посчитаю вот эти вот все с разы то что ты получал от меня денег там на два года вперед если по алиментам считать это только с этого 20 гривен для твоих хотелок между прочим даже от адвоката твоего таки не услышал счете там от меня вообще нужно адвокату твоему коврю адвокате может быть случайно не передает не по тебе это интересно как вбрасывать вот мы по суду ему бы присудили извиниться перед ней и сказать я извиняюсь перед мини-кошкой и извиняюсь за то что я просил у нее анальный секс вот так и чтобы это публично чтоб он заявил то есть на самый свой популярный канал выложим где миллионы вот этот подписчик вот меня морозится я тебе был просто так денежки давать я не буду потому что ты потом говоришь удачи на тебя счастья здоровушка так не но это все точно уже пока так спасибо так я надеюсь что это короткое видео получилось все равно жесткая короткое там куда нибудь был закрыт на него в открыт на данный правильно пусть она относит для для у ну все пока блин так стильно ушли еще в конце конечно такая проходниковая серия три шутки смешные было конечно 5 кринжей было жестких вот ну ладно на двух надо было прям паузу ставить чтобы ну пережить кринж но в принципе нормально я как вы понимаете скоро тоже побриюсь на волосы бороду отпустил уже как у дилерастера вот надо еще вот на волосы побриться подписчик подстригся я на волосы короче но нормально больным по центре а вот эта серия конечно бом-бом-бом топовая бом-бом-бом-бом-бом клиент Субтитры подогнал «Симон»